В контексте, как я сказал, этой темы, где Аллах и так далее. Все эти тематики. Есть крайние салифиты, есть крайние хабашиты. У них вообще конкретная война между собой, уже лет 200, наверное, друг друга в куфре обвиняют. Самые разные в наше уже время терроризма, экстремизма разные течения появились, такфирные, которые на разных. То есть они берут какие-то отдельные аяты, отдельные хадисы, хоп, все это можно такфирить, этого такфирить, этого такфирить и так далее. То есть мы живем, конечно, тем более интернет дал этому ход просто глобальный. Если раньше там из уст в уста, то сейчас интернет дает тому какому-то нездоровому течению сразу такой глобальный подход. Ну и те, кто более такие хищные в своей ненависти, в страхе. И вот из моего анализа, не знаю, как вы замечаете или нет. Очень много тех людей, которые проявляют агрессию в интернете, на самом деле они ведомы страхом. То есть они боятся чего-то в этой жизни сделать. А в интернете они самые, что ни на есть смелые. Этот кафир, тот мунафик, этот такой и в разговорах между собой кого-то обсуждают. Почему? Они в свое время, решая какие-то вопросы, столкнулись с проблемой. И сами себе сказали, что нашли в религии выход. Нет. Эти кафиры. Эти такие плохие. Это такие. Мне нужно молиться. Я вот такой вот набожный. А этот мир не изменишь. Все по воле Всевышнего. Они просто испугались проблем. Вот и все. И ушли в тот же самый токфир, чтобы ничего не делать. Потому что, если ты чего-то решаешь в этой жизни, что-то делаешь, ты постоянно сталкиваешься с проблемами. И тебе говорят, вот власть плохая или эти плохие. Ты говоришь, нет. Я эту проблему решу. По крайней мере сделаю все от меня зависящее. И никого не собираюсь обвинять в том, что этот виноват или тот виноват. То есть так следует меньшинство. Но те, кто не ведем страхами и гневом, а ведем тем, чтобы что-то хорошее в этой жизни сделать и со спокойной душой этот мир покинуть. И в этом контексте того, что творится в Интернете, напомню, хадис известный, приводит в своде хадис имама Бухарии и Муслима. Пророк Мухаммад, заключительный Божий посланник, сказал . Вот этот хадис, да, возможно, для вас он звучит очень банально, очень просто. За последние 20 лет существования ума.ру или моей публичности, я даже не сотни раз в Интернете, но не в лицо, в Интернете или заходя в мои странички сотни раз получал такие оскорбления. Даже, как я сказал, среди тех, которые приходят в эту мечеть даже. Никто из них ко мне не подошел. Только один подошел и тот сказал, ты пишешь доносы ФСБ. Я говорю, за 22 года ни одного не написал, у вас хоть чуть-чуть совесть есть. И в Интернете не сотни, тысячи, когда вас оскорбляют. Ты кефир, ты лицемер, ты путинский, ты кремлевский, ты фэйшбэшник, ты лжец. Хадис, ты такой негодяй, вплоть до таких, которые до улицы даже не услышите, унизительнейших оскорблений. И когда вы зайдете на страничку, я захожу, чтобы человека забанить. Да что там, страничка такого набожного человека, с длинной бородой, такой взгляд, такие женщины все в черном. Все только, Маша Аллах, Аллаху Акбар, брат, сестра, ля-илях, илля-аллах. Господи, это сегодняшний мир. Просто баню и все. Но вот этот хадис, я его читаю по-другому. Я в свой адрес, в свое «я» получал эти оскорбления. С точки зрения ислама, это худшие оскорбления, когда кто тебя обвиняет в куфре. Это худшие оскорбления. И когда ты на собственной шкуре, в собственной душе это почувствовал, это звучит ой-ой-ой как. И вот этот хадис, в этом контексте, он очень мощный. Пророк сказал , кто к другому возвращается , это характеристика. За то, что ты свой язык поднял до небес и решил, что ты тут Бог, оказывается, твоя характеристика в адрес другого, что он кафир, что он мунафиг или еще что-то, она возвращается , возвращается обратно. То есть это характеристика, которую ты хотел навесить на другого, но он этого не заслуживает, оказывается. И она возвращается , то есть обратно. И здесь уже не просто характеристику тебе кто-то оговорил в интернете. Нет. Это Всевышний тебе вернул эту характеристику твою обратно. И ты стал тем, кем кого-то назвал.